Электростанция Ява должна войти в осень в полностью исправном состоянии. Это подчеркнул заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин во время заседания городской КЧС. Напомним, авария на объекте произошла утром 8 января. В зону отключения электричества попали около 1100 многоквартирных домов и пять социально значимых объектов. Электроснабжение было восстановлено в течение полутора часов. Сейчас на объекте продолжаются восстановительные работы. Собственник компании Электротехснаб намерен завершить ремонт только к 1 октября. В таком случае подстанция не успеет получить паспорт готовности к началу осенне-зимнего сезона. Сегодня есть серьезные опасения о возможности выполнить технические мероприятия, предусмотренные актом расследования аварии силами Энерготехснаба. Нас категорически не устраивают те темпы работ, на которые вы ориентируетесь. 1 октября уже будет поздно. В ходе заседания КЧС замгубернатора Виктор Рябишин дал поручение Ростехнадзору усилить контроль над работой компании Электротехснаб. Вы должны этим заниматься вопросом и должны ставить задачи для того, чтобы достичь правильной цели. Иначе в октябре месяце паспорта готовности не будет. Мы запишем протокол вам предоставить график всех проверок и оказания всех возможных мероприятий для ускорения, побуждения, чтобы подстанция работала в штатном режиме. Также на КЧС подвели итоги ликвидации сложной ситуации на Вологодском хладокомбинате, где в середине января возникла опасность утечки аммиака. Сейчас вещество уже выкачано из холодильной установки и отправлено для утилизации в Нижний Новгород. На объекте до конца апреля продолжится демонтаж оборудования. Параллельно предприятие готовит документы в Ростехнадзор, чтобы исключить комбинат из перечня опасных объектов. По решению КЧС, пока ведутся демонтажные работы, на объекте будут проводить мониторинг на наличие аммиака в атмосфере.